Острова Зелёного мыса Атлантического океана. Уникальное расположение архипелага даёт нам право говорить о нём, как об одном из лучших мест на Земле для ловли голубого марлина. Вместе с командой яхты «Виктория» мы отправились на поиск этого желанного трофея, выйдя из порта Сан-Винсенте к острову Сан-Николау. Во время разведки стало понятно, что марлин ушёл в обратном от нас направлении. Теперь Сергею Ситникову и его экипажу предстоит вернуться к берегам Сан-Винсенте, чтобы попытаться, взять этого подводного короля Атлантики и поднять на мачту «Виктории» белый флажок с синим силуэтом пойманной рыбы. Ещё затемно наш ведущий покидает гостеприимный отель «Сеньора Танекеши» и направляется в порт городка Тарафал, где его ждёт капитан и команда, готовые сразу же выйти на океаническую рыбалку. Ну, раннее утро, мы покидаем остров Сан-Николау, возвращаемся на остров Сан-Винсент, все катера там, марлин там, и мы идём туда же. Время и полшестого, команда готова, отправляемся. Думаю, что мы ещё вернёмся на этот остров и расскажем о его достопримечательности. Жаль, что всё идёт пока не совсем по плану. Не будем терять время, грузимся. Матросы Блэр и Салик выставляют тизеры и наживки. Первый переход до острова Разу – это хорошая попытка поймать рыбу на троллинг. По крайней мере, попытаться это сделать. Мы возвращаемся на остров Сан-Винсент. Сейчас попробуем пройти троллингом ещё по темноте мимо острова Разу. Всё-таки это такое перспективное место. Дальше поднимем снасти и попытаемся побыстрее пройти участок мимо двух необитаемых островов Бранко и Санта-Лючия. И окажемся уже на Сан-Педро, и там возобновим наш улов. Ну, будем надеяться, что сегодня наши планы сложатся. Тизеры и приманки выставлены, и матросы, следя за их работой, вглядываются в оставленную за кормой бурлящую водную гладь, в надежде заметить силуэт приближающегося к наживке Марлина. У капитана, находящегося высоко в рубке, зона для наблюдения значительно шире. Он верно проложил курс и следит за показаниями приборов, также ожидая подхода к приманкам крупной рыбы. Первое вываживание случилось, когда солнце уже практически поднялось над горизонтом. На крючке точно не Марлин. Это было понятно сразу. Скипджек. Нет, маленький совсем. Тунецкий, джек, маленький, но пойдет на наживку. Вместе с нами с острова Санкт-Николао ушел и последний катер. Он на полном ходу идет тоже на Сан-Винсент, туда, где сейчас держится Марлин. Мы сейчас тоже пройдем мимо острова Разу. Здесь у нас были интересные поклевки в прошлые два перехода. Поднимем снасть и на полном ходу до Сан-Винсента и уже продолжим рыбалку на острове Сан-Винсент на маяке Сан-Педро. Сейчас мы проходим мимо необитаемого острова Бранко Белый. Название я получил из-за белого песка, лежащего на его склонах. Этот песок приносится сюда из Сахары, из континентальной Африки. Во время песчаных бурь, проходящих здесь в декабре-январе месяце. Расстояние до континентальной Африки отсюда порядка 700 километров. Так что это песок-путешественник. В прошлый раз мы обходили остров с другой стороны, но отвалы песка только на этой стороне, поскольку розы ветров дуют с этой стороны. Поймали сейчас пластик. Плохо не то, что он мешает рыбалке, плохо то, что он оказывается потом в желудках у рыб. Конечно, беда океана. Это мусор. Конечно, хочется, чтобы побережливые относились. Атлантический океан все-таки довольно-таки еще чистый по сравнению с индийским. Но все равно это никуда не годится. Пройдя на полном ходу от группы необитаемых островов до банки Сан-Петро, экипаж Виктории вновь выставляет снасти для попытки поймать марлина. Вероятность такого исхода высока. Для этого достаточно посмотреть по сторонам и увидеть, что большинство катеров сделало ставку именно на эту акваторию. Все катера здесь почти. Сан-Винценто на банке Сан-Петро. Марлин здесь. Марлин. 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 Субтитры сделал DimaTorzok После того, как тизеры вновь начали дразнить крупную рыбу на перспективном для трофейной ловле участке, Сергей оставляет на палубе команду следить за выходом голубого марлина, а сам отправляется в каюту, чтобы приготовить севичи по фирменному кабовердинскому рецепту из только что выловленного тунца. У нас настало время перекусить, а поскольку у нас есть свежепойманный тунец в скепджек с утра, мы решили приготовить из него севичи. Основой является лайм или лимон. То, что будет приготовлено, должно не просто быть залито соком лайма, а утоплено в нем. Получается, что мясо варится в лимонной кислоте. Достаточно буквально на 30 минут мы положим в холодильник, пока приготовим остальные ингредиенты, и мясо будет рыбой или любого морепродукта замаринованным. Приобретет светлый цвет. Ну, мы сейчас это все увидим в процессе приготовления. Пока начинаем мелкими кубиками небольшими нарезать филе нашего тунца. В каждой провинции, в каждой стране Центральной Америки есть свой рецепт. Они с добавлением томатного сока. Но у нас нету томатного сока. Мы развели немного пасты томатной на катер, к сожалению, и не взяли. Лучше томатного сока использовать устричный томатный соус. Но у нас его, к сожалению, здесь нету. Используем то, что есть. И после приготовления, поскольку Центральная Америка очень любит острое, добавляется табаско. Но у нас тоже нет табаско. Но у нас есть васаби, которое у нас предпочтено для сашими. Добавим для остроты его и черный перец. Мы порезали нашего тунца на кубики. Сейчас все это нам надо утопить в соке лайма. Лайма надо много. Лайм очень ароматный, местный. Поэтому запах по каюте распространяется. Жаль, не передает камеры. Ну, мы залили соком лайма кусочки тунца. Сейчас отправляем это в холодильник на 20 минут. А пока нарежем мелко остальные необходимые ингредиенты. Нарезаем болгарский перец. Точно так же мы как можно мельче нарезаем лук. Порежем мелко кинзу. Соля не добавляется. В Центральной Америке не добавляют. Соль по вкусу. Если кому-то понравится, не понравится, не соленым, то можно по вкусу ее будет добавить. Добавляется черный и красный перец. Мол часа прошло. И мы можем доставать наш севиси. И завершить его приготовление. Рыба уже у нас замариновалась. Приобрела белесый цвет. И мы начинаем добавлять туда ингредиенты. Почему не засыпается сразу? Ну, во-первых, лимонный сок убивает другие вкусы. А так мы сейчас их добавим, и они останутся. А во-вторых, ну не каждый любит много лука или много перца. И каждый может свою порцию досыпать. Сейчас нам нужно добавить остроты. Перемешиваем. Все, наше блюдо готово. Можно раскладывать и пробовать. Пора попробовать дать команде наше кулинарное произведение севиси. Марк, севиси. Сейчас услышим мнение. Капитана не видит. Но надеюсь, что понравится. Пойдем поедим тоже сами. Капитана не видит. Был выход. Спила наживку, но не погнался дальше за ней. Не знаю почему. Ближнюю наживку, которая идет за тизером. Сейчас попробуем вокруг пройти. Может, заинтересуется. Только с третьего раза рыба взяла предложенную наживку и засеклась. Нас ожидает увлекательная борьба. Команда Сергея Ситникова находится в шаге от заветной цели – поимки голубого марлина. Команда Сергея Ситникова находится в шаге от заветной цели. Но пока мы его преследуем, энергичность сопротивляется. Если он разматывает, в этот момент мы не осуществляем подмотку. Сейчас мы поджали немножко фрикцион, а то очень резво размахивает. Как только появляется слабина, ее надо быстро выбирать. Не допускай оправиться. Пока отвоевывают выбранные метры. Видно было наживку, значит, рядышком совсем. Да, да. Субтитры создавал DimaTorzok Борьба с крупной рыбой закончилась результативно. Марлин был взят, зафиксирован и благополучно отпущен. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как много либра? 300. Ну, небольшой, где-то 150 килограммов. Три сотни либров. Мы прошли сейчас маяк Сан-Педро. И банка напротив него, на которой мы ловили. Но есть обвиненное название Сан-Педро. Поэтому часто спрашивают, когда где ловил, говорят, просто на Сан-Педро. Ну и сейчас проходят красивые пейзажи Кабо-Верда. Многие их называют или марсианскими, или лунными пейзажами. Но выглядят безжизненно. Мы попросили капитана подойти поближе, чтобы снять эти красоты. Но сейчас заставим плату. Нам нужно будет, наверное, прекратить съемку, поскольку мы выйдем на так называемую стиралку. Небольшой участок. Но из-за ветров и течений там постоянно волна. И если везде штиль, там все равно будет волна. Яхта «Виктория» благополучно добралась до порта на острове Сан-Винсенте. Прежде чем пришвартовать катер к причалу, на его мачте будет поднят флажок, сигнализирующий о том, что во время рыбалки экипажу удалось поймать свой заветный трофей. Благодаря этой доброй традиции мы всегда можем узнать, насколько результативным оказался день для всех, кто провел его на воде. Ведь такую благородную рыбу, как голубой марлин, здесь положено отпускать целый и невредимый. Ну все, сейчас Олег будет поднимать один флажок. Значит, что мы поймали сегодня одного марлина. Один из трех. Произошло три контакта. Ну, контакт это значит, марлин схватил наживку, начал разматывать и рыбак. То есть я в данный момент коснулся спиннинга. Первый у нас сошел мгновенно. Как только я коснулся, даже не вынув спиннинга из подстаканника. Второй, совершив два прыжка, также сошел. И уже третьего нам удалось подвезти, зафиксировать. И благополучно реанимировать и отпустить. Марлин жив, мы довольны. Все хорошо. Конечно, не самый лучший результат. Процент из трех поклевок один. Но завтра, будем надеяться, будет лучше. Мы долго отрабатывали. Под конец поставили четверку самых убойных наживок, которые уже показали себя в течение нескольких лет. И дело наладилось. Завтра эту схему начнем применять с самого утра. Ну, один флажок. Заходим в порт. В порту Сергея встречают его друзья. У него всегда есть чем их удивить и порадовать. Нам осталось время поделиться рыбкой. Сами мы ее не едим, ловить любим. Ну, есть те, кто ее любит, да, Валас? А у нас лица большие, а вы любите. Вообще, как может быть лучше смотреть? Прикольно-то, да-да-да. Лучше свежей морской рыбы, океанической, ничего не бывает. Вчера поймали, думали, что это фасола и сказали, что это фасола. Но потом посмотрели повнимательнее и не похоже на фасолу. Начали искать. Сами не нашли название. Пришлось обратиться в интернет. Помогли ее определить. Называется или альфансина, или берикс. Промысловая водится на больших глубинах. Нам повезло, мы ее поймали на 200 метров. А так ее глубина обитания до 700 метров питается паланктоном. Володь, название? Беррит. Это очень хорошо, да? Да? Очень хорошо. Что ты называешь? Имперадор. 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 Во сколько названий мы слышим. Нужно созвать консилиум, чтобы точно ее уже не фиксировалось. Подходит к концу первый успешный выход в океан за поимкой голубого марлина. После двухдневного пребывания на острове Сан-Николау мы вернулись в начальную точку нашего большого путешествия по островам Зеленого мыса. Очевидно, что в ближайшие несколько дней нас ожидает рыбалка в акватории Сан-Винценте. Марлин находится именно в этих водах, и нам предстоит его в них найти, а заодно рассказать вам о достопримечательностях Кабо-Верде, которые мы посетим в промежутках между ловлей трофейного марлина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова